Всем привет! Добро пожаловать на канал! В прошлом видео я шила футболку для дочки Это была футболка без выкройки Также я показывала как обрабатывала низ на футболке Здесь у меня низ обработан ролевым швом Я просто немножко растягивала ткань и таким способом у меня получилась вот такая красивая волна Также я обрабатывала здесь на рукавах тоже таким же способом край на рукавах срез Я хочу вам показать если у вас нет оверлока как можно таким же способом получить такой же эффект вот такую волну как можно обработать это на швейной машине если нет у вас оверлока какие настройки нужно выставить и как нужно шить Вот здесь на небольшом отрезке ткани я это уже делала на швейной машине обрабатывала вот этот срез вот так у меня тоже красиво получилось поэтому как я уже сказала если нет оверлока это можно сделать также на швейной машине здесь у меня эта ткань идет тонкий трикотаж плотностью по-моему 210 грамм в составе хлопок и эластан ткань очень хорошо тянется значит для того чтобы тоже добиться такого эффекта ткань должна вот хорошо растягиваться поэтому я сейчас покажу как это можно сделать таким способом вы можете обработать срез на футболке на майке на платье возможно также на рукавах вот так как я показывала обрабатывала рукава тоже на футболке в виде крылышек поэтому я думаю что такая обработка тоже очень красиво смотрится да и для такой обработки не нужен оверлок можно это сделать все на швейной машине и так для того чтобы обработать край срез в общем на швейной машине необходимо выставить такие настройки сразу хочу сказать возможно у вас какие-то другие настройки на вашей машине просто попробуйте поэкспериментируйте на отдельном кусочке ткани порегулируйте в общем свои настройки я думаю что у вас тоже должно все получиться я сейчас покажу какие настройки выставляла я для того чтобы в общем получить вот такой красивый срез значит для того чтобы обработать срез вот таким способом необходимо выставить на швейной машине следующие настройки у меня швейная машина джану на регуляторе где указаны строчки у меня стоит строчка зигзаг буква ц именно широкий зигзаг дальше где идет длина стежка здесь на регуляторе у меня стоит цифра 2 и натяжение нити у меня стоит цифра 8 и на вот таких настройках я строчила и у меня получился вот такой эффект вот такой красивой волны значит как еще необходимо строчить тоже я сейчас покажу подкладываю подкладываю сюда ткань нужно постараться строчить как можно ближе к краю и пробую смотрю чтобы игла как можно ближе сюда входила вот к краю среза постараться нужно сюда максимально близко к срезу чтобы игла входила растягиваю ткань вот таким способом просто пальцем немножко ее натягиваю чтобы она была в таком растянутом виде и начинаю строчить лучше не спешить строчить медленно чтобы попадать сюда как я уже сказала ближе к самому срезу и вот так вот натягиваю по всей длине вот так вот натягиваю и строчу и вот так вот у меня получилось на мой взгляд не хуже чем на оверлоке вот это сделано на оверлоке а здесь это я шила на швейной машине даже как-то мне кажется что красивее получилось он такой эта рюша получается более густая значит шить нужно как я уже сказала как можно ближе чтобы этот зигзаг проходил сюда как можно ближе к краю к срезу если вдруг где-то не совсем к срезу ничего страшного можно в принципе аккуратно подрезать эту ткань если это необходимо но лучше попробовать постараться прострочить как можно ближе к срезу сначала попробовать на каком-то отдельном кусочке такой же ткани и затем уже пробовать шить на самом изделии так что вот так красиво получается я надеюсь что это видео будет вам тоже полезным поэтому ставьте палец вверх я буду вам очень благодарна на этом в принципе все будут если вопросы пишите я с вами прощаюсь всем пока пока